Давайте первые двадцать минут я возьму, и я вам расскажу, прежде чем мы начнем книгу Иисуса Навина. И мы будем говорить об исторических книгах. Библейская история, она не написана таким же образом, как и мирская история, светская. Допустим, кто-то пишет историю Украины, и украинской истории мы находим много больше материала и фактов. Они более равномерно будут описывать историю Украины, и когда вы читаете библейскую историю, то библейские авторы что-то хотели донести, у них какая-то была цель. Они хотели передать какие-то специфические истории для того, чтобы донести какой-то специфический момент. И они рассказывают историю с одной точки зрения, с одного угла, с духовной точки зрения. И библейские авторы передают божественную перспективу того, что происходит в жизни с одной точки зрения. И если мы хотим говорить об исторических книгах, то мы сразу думаем о книге Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, Шофтим, Книга Судей, Первое и Второе Царств, Третье и Четвертое Царств. Все эти книги написаны с одной перспективой, с одной точки зрения. Они интерпретируют события в истории Израиля с определенной точки зрения. И эту точку зрения можно подвести общий вывод, общий итог подвести. То есть история рассматривается сквозь линзы, сквозь линзы, стекло книги Второзакония. Что я имею в виду? Слышали ли вы такую идею раньше? Нет, да. Это такая обычная идея среди библейских теологов. Давайте сделаем небольшой обзор книг Торы. Берешит. Что происходит в книге Берешит? Создание мира. Призвание Авраама. История патриархов затем. Вы это знаете, да. Затем книга Шмот, Исход. История Израиля в Египте. И затем избавление из Египта. Гора Синай. Принятие Торы. И Тора — это не только один закон. Не такой закон, как его представляют христиане. Тора — это завет, это соглашение Бога с Израилем. Это национальная конституция еврейского народа. Конечно же, там есть законы в Конституции. Но все же она учит. Это стиль жизни. И книга Левит затем. Передает идею о храме священников и также о святости Бога. Следующая книга — книга чисел. История народа уже передвигается ближе к обетованной земле. И земля обещана была Аврааму и его потомкам. Но в 15 главе Бытия Бог говорит Аврааму, что его потомки попадут в Египет, сойдут в Египет. Проведут несколько столетий там. И только затем придут и наследуют землю. И там сказано что-то очень интересное. Мера беззакония Амориев еще не наполнилась. Поэтому Божье время согласовывается со множеством событий. И когда Израиль ближе подходит к земле, и я знаю, вы все знаете эту историю, 12 соглядатые были посланы в землю. Проверить все, обрызгать от одного угла, как от другого. Вы знаете историю, как они возвращаются обратно. И все они говорят, хорошая земля. И 10 говорят, что будет слишком трудно завоевать нам эту землю. Они больше нас, они сильнее нас, более опытные в войне, чем мы. И города укреплены. Что мы знаем о войне? Только годик тут прошел, как только мы из рабства выбрались. Но у Иисуса Навина и Халева были хорошие вести. Мы возьмем землю, потому что Бог с нами. И поскольку люди послушали большинство, они разочаровались. Бог говорит, ну хорошо, ладно, не хотите идти, не надо. Не пойдете. Тогда ваши дети пойдут, войдут. 40 лет будете блуждать по пустыне. И затем ваши дети пойдут и владеют землей. Это так и было. И подумайте теперь о том, что Бог сказал Абраму за сотни лет до этого. Как же все это получится? Бог знал, что Израиль скажет «нет». Поэтому его время идеально, совершенно всегда. 40 лет спустя Бог говорит «Хорошо, пришло время». Поэтому где находится Израиль в наше время? Вопрос по камере у меня. Могу я передвигаться. Все видите карту здесь. Я не художник. Я рисую только одни палки, одни какие-то линии. Поэтому надеюсь, что вы можете распознать в этом Израиле. Там Египет внизу. Негев пустыня. И также Красное море немножко южнее. Синай где-то там. Хотя многие люди думают, что Синай находится в Саудовской Арабии. Это интересная будет дискуссия, но не сейчас. 40 лет Израиль там путешествовал. Подумайте, как это скучно для них было. И поэтому с этой стороны, восточной стороны Мертвого моря они заходят. И вот Эдом. Кто такой Эдом? Вы знаете, кто это? Кто? Исаф. А кто Исаф? Кто Исаф? Кто Исаф? Джейкоб. Джейкоб. Брат Иакова. Брат Иакова. Ага. Поэтому он там живет, в той местности. И Израиль спрашивает, можем мы через вашу территорию пройти? Не, 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 не. И поэтому для них это еще больше трудностей представляет. Затем цари немножко как бы севернее той области сказали, боимся мы этот народ Израиль. И говорят, о, их там так много. Это тот народ, чей Бог все вот эти казни проделал в Египте. И поэтому их немножко туда сильнее пододвинули. Белам. Белам. Балам. Валаам. Валаам. И они призывают валаама, чтобы тот проклял Израиль. Поэтому он сходит. И Дух Божий сходит и говорит, что не могу я их проклинать, только благословить. И Израиль завоевывает народ, который там живет. Затем Ог, царь Бешана, северная территория. Поэтому они завоевывают ту территорию. И дом здесь внизу находится. Аммониты, аммонитяне и моавитяне в этой тоже местности. И также они имеют родственную связь с лотом. Поэтому Бог говорит, что вы не можете взять их территорию. В принципе, Иерихон где-то южнее должен находиться. Это река Иордана, и Израиль находится с этой стороны восточной. И Несоветское озеро, Мертвое озеро. А это филистинская территория, филистинлян. Это Шехем. И у вас гора Герезим. Мы позже об этом поговорим. Дамаскус. И Ермон. Это самая высокая точка на Ближнем Встоке. Где-то до 3 километров высотой. И также горная гряда там находится рядом. И также есть небольшая гряда немного западней. И здесь вы имеете, что называется Баккар Валли. Баккар Валли. Какая долина находится между... Баккар. Да. Долина Баккар. Слышали ли вы об этой долине Баккар в новостях недавно? Да. Это где сейчас находятся враги Израиля. Вот сейчас. Наше время. И Дамаскус их поддерживает. Современные сирийцы. Видите, это уже тысячи лет длится на Ближнем Встоке. И карты очень важное значение имеют. Поскольку они указывают на взаимоотношения между народами. И также взаимоотношения между физическим местонахождением, географическим месторасположением и событиями, которые там происходят. Некоторые из этих фактов я буду повторять завтра. Я хочу, чтобы вы это поняли, усвоили. В 1981 году я впервые поехал в Израиль. И я прошел трехнедельный класс. Класс, который называется «Историческая география Святой Земли». Это было одно из самых интересных классов и вообще событий, которые были со мной как с верующим. Десять дней мы провели в классе самом. Учили о земле. А затем десять дней мы ездили по той земле и все рассматривали. Очень интересно. Вы видите, почему события происходили именно так, как они происходили. Например, в 3-4 книге Царств есть один стих. Начало этого времени, когда правил, начал правление царь Соломон. И там говорится, что он укрепил Хатсор, Мегиддо и Гезер. Десять раз я этот стих читал. Хорошо, но укрепил он города. Что с этого? Что за толк? А когда вы поедете в эту землю, святую землю и своими глазами увидите, и вы изучите историю этих мест, вы поймете почему. Давайте только вот этому стиху делим внимание минуту. Это просто как иллюстрация географического расположения. Гезер вот где-то здесь находится. И над Иерусалимом находится Вениаминово плато. То есть такая долина, плоская местность. И затем есть горная града где-то посередине страны. Через Иерусалим, мимо Иерусалима и вплоть до Хеврона. С этой стороны горной гряды очень мало дождя проходит. И обычно все погодные условия дождь приходит с запада. И обычно дождь выпадает с западной стороны этой горной гряды. Поэтому восточная сторона обычно очень сухая. Из этой горной гряды посередине. Что же это значит? Это значит, что ваша способность перебраться из одного места в другое очень ограничена. Вы понимаете это, да? То есть горы, нужно найти какой-то удобный путь, тропинку, дорогу через горы. Это не похоже на центральную Украину, где угодно можно построить дорогу. Гезер. 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 Гезер внизу это Гезер. И лучше пройти к этой горной гряде, к этой центральной части через Гезер. И когда говорят, что Соломон укрепил Гезер, то есть он построил крепость для того, чтобы ограничить доступ к Иерусалиму с запада. Кто из вас слышал об Армагеддоне? Хорошо. Хар-магидо Это происхождение слова. То есть гора Магидо. Магидо где-то приблизительно здесь. И здесь вокруг находится большая долина. И для того, чтобы добраться, то есть две основные дороги, одна дорога на западе, потом идёт вдоль берега, и одна дорога идёт в Дамаск. И, допустим, вы хотите из Дамаска, добраться в Египет, вы можете три способа использовать. Можете по царской дороге пройти здесь, а также дороги, пересекающие Ордан, и вот Мегидо. И также в этой долине есть небольшие горы, и два-три пути, через которые можно добраться до середины страны. И самый лучший путь через Мегидо. И Мегидо – очень древний город. Двадцать или сколько раз, даже не помню, сколько раз он был разрушен и снова восстановлен. И занимает он стратегическое значение. Для того, чтобы удержать людей, чтобы не позволить им пройти в центр, нужно укрепить Мегидо. И также есть ещё один город там, Хазор. То есть он контролирует вход от великих держав с севера, Вавилона, Ассирия, и иногда сирийцев. И вот я был впервые в Израиле, и я всё это узнаю, и у меня просто мозги кипят. Соломон укрепил Кезер, Мегидо, Хазор. И произошло несколько вещей из-за этого. Во-первых, я больше не читаю книгу просто как какую-то духовную книгу. Где, когда жили эти супер-духовные люди. Сразу, внезапно, эти люди стали просто людьми, просто обычными человеками. Люди просто как мы. Живут своей жизнью. Делают всё, что они могут по своим силам. Поэтому мышление Соломона политическое и военное. И очень много в Библии мест, которые написаны с точки зрения политики и также военного мышления. Если вы не понимаете политического фона, и если вы не понимаете военных предпосылок, то вы спустите вообще самую основную суть. И давайте сделаем перерыв и мы возвращаемся снова.